Благословение Господне, да пребывается всеми нашими богомольцами, собравшимися сегодня почтить воскресный день. На прошедшей неделе Господь сподобил меня побывать в старинном русском городе Переславль-Залевский. Вот я там в одном храме приобрел книжицу, из которой некоторыми размышлениями хотел бы с вами поделиться. А книга эта называется «Свет ваш предчеловеки». Дневники воспоминаний митрополита Иоанна и монахини Ефросиния Вен-Дланд. Вот такой вот епископ, митрополит, ну скажем так, известный русский архиерей советского времени. Представился он в 1989 году и замечательный он тем, что происходил из древней аристократической семьи, корни были шведские, такие старорусские племена, смешанные со шведами. Папа служил в Адмиралтействе, дослужился до генеральского звания. И вот в этой семье трое детей стали монахами, несмотря на то, что родители были людьми нерелигиозными. Папа, может быть, раз в год ходил в церковь, и то на Рождество, а мамочка, она любила Иисуса Христа, читала Евангелие, даже завещала себе в гроб Евангелие положить, но она категорически была против церкви. Ну вот у нее свой такой религиозный стиль жизни был. И вот митрополит Иоанн, размышляя над годами своей юности, он такую написал короткую работу под названием «Пример возникновения и развития религиозного чувства». Как бы он пишет, тут как бы ссылается, что вот это вот некий хорошо знакомый моих знакомых, вот рассказывая о ком-то, на самом деле рассказывал о себе. Я сейчас позволю себе эту небольшую, буквально две странички вам зачитать. Итак, пишет он. Сестра одного из хорошо знакомых мне людей рассказала о своем брате следующем. Родившись 1 января старого стиля, он был крещен в день трех святителей Василия Великого, Григория Богослова и Анна Златоустова. И нарекли имя ему Николай. Первое сознательное проявление религиозного чувства у ее брата было, по-видимому, в возрасте около трех лет. Это было чувство блаженства, когда мама, уложив его в постель, осеняла ребенка крестным знаменем. Как важна вот эта связь матери-ребенка, когда с младенческих лет ребенок ощущает на себе действия благодатных обрядов православной церкви. Нравственность и религиозность взаимно связаны. Мама, сама человек очень самоотверженный, учила своих детей никогда не говорить «это мой молоток», «это моя игрушка». Нет, надо было сказать «наш молоток», «наша игрушка». Такое наставление вело к нестяжательности и было подготовкой к тому, что составляет следующий этап религиозного развития. Этим следующим этапом была молитва «Отче наш». Постепенно и легко ребенок запомнил ее наизусть. При этом мама учила его так. «Обрати внимание, что мы, когда молимся, говорим «отче наш», а не «отче мой». Значит, мы думаем обо всех, а не о себе одном». Впрочем, мама была сторонницей молитвы «бес слов» в кавычках. Она называла ее высшей формой молитвы. И идеалом ее был образ Дева Феврония из оперы Римского-Корского, сказание о невидимом граде Китеже. «И мама была охвачена такой молитвой в тех случаях, когда попадала на лоно природы и, растворяясь в этой природе, вместе с ней восходила к Богу». Мне хотелось бы обратить внимание на первых предложениях этого абзаца по поводу того, что мама не просто учила молитве, а она объясняла эту молитву. Объясняла, почему именно так нужно молиться, а не как-то по-другому. Вот это очень важный момент для наших современных родителей. Некоторые думают, что вот мы ребенка будем в церковь ходить и причащать его, и будет ему счастье. Мы сами в церковь ходить, нам это не нужно. Это все как бы нам-то не нужно. Мы уже взрослые, выросли, вроде бы здоровые, не умерли, слава Богу. А ребенку вот в качестве такого таинственного как бы оберега нужно вроде как вот и в церковь, и на причастие привести. Это неправильно. Очень важно ребенку объяснять, что это такое, зачем это, и самому все-таки быть в определенной мере религиозности. Ребенок рос очень плаксивым. Совершенно незначительного пустяка было достаточно, чтобы его обидеть и вызвать слезы. Старшие дразнили его плаксой. Состояние плаксы было тяжело и самому ребенку. Ему казалось, что старший его не понимает, и поэтому упрекают его в том, в чем он совершенно не виноват. Однажды это было летом, ребенок сидел в комнате один и размышлял о том, как нехорошо, что он плакся. Тем более нехорошо, потому что он мальчик, который вообще никогда не должен плакать. И вдруг какое-то озарение внезапно сошло на душу мальчика. Он понял, что все его огорчения – мелочь по сравнению с одной великой истиной, заключающейся в том, что есть Бог, присутствующий всюду и особенно чувствуемый тогда, когда летнее солнце озаряет окружающие деревья. С этого дня мальчик перестал плакать. Вот как Господь, Божья благодать, коснулась души ребенка. Нужно вспомнить один курьезный случай. Мальчик узнал о страшном суде и о том, что Христос поставит по левую сторону, а затем отправит в ад тех, кто не творил милостыни. Ребенок загорелся желанием творить милостыни. Но как? Естественно, что денег у ребенка не было. А между тем в родительской гостиной был столик, на котором была рассыпана серебряная мелочь. Мальчик почти все ее присвоил себе, намереваясь затем улучшить время, чтобы раздать ее у церкви нищим. Возмездие пришло слишком скоро. В тот же день родители обнаружили кражу, и мальчик стал «презренным вором» вместо того, чтобы быть кандидатом на правую сторону от Христа. Мальчик не в силах был объяснить причины своего поступка. Тут опять он только плакал. А он-то думал, что и родителям сделает добро, то есть обеспечить им стояние справа от Христа, если раздаст принадлежащие им деньги. Время шло, и ребенок рос. В связи с болезнью отца семья переехала в Крым. Там мальчика стали учить наукам домашним способом. Нина, его двоюродная сестра, объяснила ему значение молитвы Царю Небесной, подчеркивая при этом место, а везде присутствие Святого Духа. Это очень вдохновило отрока. Нина научила мальчика еще двум молитвам. Утренний к тебе, владыка, человеколюбчий, и вечерний. Господи Боже наш, ежес и греших. Отрок с большой охотой про себя произносил их и утром, и вечером. Отец семисильно болел. Он перестал выходить в сад. Обширный балкон был единственным местом, где он получал свежий воздух. Часто отец читал Евангелие. Однажды он удивил всех. Выйдя на балкон, он вслух прочитал притчу о неправедных виноградарях и спросил всех присутствовавших, могут ли они объяснить эту притчу, потому что он ее не понимает. Никто за это не взялся. Молчал и наш отрок, но про себя думал, что это папа не понимает таких простых вещей. Притча совершенно ясна сама по себе. Между тем, отцу стало еще хуже. И семья из окрестностей Бахчисарая переехала в Ялту, надеясь на все исцеляющие действия ялтинского климата. Здесь 10-летний отрок впервые увидел священника. Это был отец Леонид, настоятель Вознесенской приходской церкви в Ливадии, обслуживающих население ливадийской слободки и небольшое количество интеллигентных семей, проживающих на территории, прилегающей к ливадийскому дворцовому парку. Почти каждый день отец Леонид пешком спускался из Ливадии в город, пересекал его и поднимался почти на одну треть Поликуровского холма для того, чтобы навестить отца нашего отрока. Он входил в спальню, где лежал больной, и разговаривал с ним около часа. Должно быть, и сам священник находил удовольствие в беседе с таким интеллигентным человеком. В чем заключалась беседа, осталось неизвестным. Приход священника всегда очень интересовал нашего отрока, хотя прямых контактов он с ним не имел, только вежливо здоровался с ним. Но вот наступил страшный день. Всех членов семьи позвали в спальню отца. Папа лежал на спине и громко хрипел. Он как будто спал, но на самом деле, вероятно, был без сознания. Постепенно этот храп становился тише и даже вовсе прекратился. Тогда доктор делал умирающему укол камфоры, и храп снова возобновлялся. Однако было заметно, что с каждым разом камфоры действуют слабее. Папа умер. Это было 11 июня 1919 года. Великое горе охватило всех. И мальчик чувствовал себя сиротой. Таким сиротой, какие бывают описаны в детских книжках. На следующий день, когда отец уже обряженный надлежащим образом, лежал в гробу, пришел отец Леонид с протодиаконом и отслужил панихиду. Огромное впечатление произвела панихида на нашего отрока. Он был совершенно потрясен и утешен. В самом деле, панихида говорила о жизни там, где царила смерть. Он стал уверен, что папа перешел туда, где праведники сияют, как светило, что папа живет. В самом деле, уже будучи взрослым, отрок не мог забыть этой панихиды, которая дала надежду там, где царило отчаяние, и веру там, где царило тупое неведение. Панихида соперничала с литургией по своей оптимистичности. Отрока взял отец Леонид прислуживать в алтаре. Он получил маленький стихарь, должен был подавать кадилы, выносить свечу и так далее. Это была большая радость, которая продолжалась около двух лет. В памяти мальчика осталась первая слышанная им Христова заутрення. Она запечатлела, как нечто очень светлое, сияющее золотом и украшенное голубым цветом. Дальше он пишет о своей учебе в гимназии и о том, что когда он учился в гимназии, был один мальчик, который очень сильно его допекал, приставал к нему. И вот он переехал в другое место и пишет, во время прогулок в душе мальчика происходила большая работа. Он вспоминал своего врага, противного мальчишку. Он думал, каким бы истязанием он подверг бы его, если бы тот оказался в его власти. Все это было нереально. Враги, в кавычках, уже расстались и не предвиделось, чтобы они когда-нибудь встретились вновь. Однако злая память о нем и обида заставляли работать внутренние душевные силы. Вот страсть пометозлобия. Недаром святые отцы, зная силу этой страсти и установили перед Великим постом этот замечательный день, прощенное воскресенье, когда люди друг у друга прощения просят. И так однажды, и это произошло с необычайной быстротой, в душе отрока, как некий свет, как озарение, возникла мысль, а что если его простить? И сердце мальчика тотчас согласилось с этой мыслью. Как стало все светло в душе. От радости отрока не знал, что ему делать. Бежать, скакать или петь. Теперь надо сказать еще об одном, пожалуй, самом важном. Когда отроку случалось покинуть обработанные земли и бродить по простой запущенной степи, его охватывало какое-то необыкновенное блаженство, связанное с чувством Бога. Трудно судить об этом состоянии, но оно было прекрасным. Потом уже взрослый мальчик стал священником, зател довольно заметным архиереем. В этом тоже есть свое счастье. Но никогда чувство Бога, как источника необычайного блаженства, не достигало такой силы, как тогда, во время хождения по пустой крымской степи. Это время было кульминацией его религиозного чувства. И, наверное, вспоминая это религиозное чувство, которое у него было в юношеские годы. Он получил образование геолога. В 30-е годы защитил докторскую диссертацию. И так как времена тогда были такие, что священнослужители убивали, ссылали, то он тайно принимает монашество. Тайно принимает. И потом, как уже в такие, по-моему, в послевоенные годы, он, так сказать, выходит на открытое служение церкви, служит за границей в том числе, представляет нашу русскую православную церковь. И последние годы своей жизни он был митрополитом в Ярославле. И вот что его связывает с Москвой, он как раз был тем иерархом, который тайно рукоположил в священнике такого замечательного московского пастыря Протерея Глеба Калиду. Вот дети которого сейчас трудятся в нашем первопрестольном граде все на очень таких значимых должностях. Его дочь, наместница Зачатевского женского монастыря в центре Москвы, один из его сыновей, настоятель храма Воскресения Христова и новомучеников российских в Бутово, а другой сын, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы или Троицы на грязи, на улице Покровка. Вот такая замечательная духовная связь. Как бы они друг друга, почему так вот друг другу полюбили и понравились, владыка Иоанн и Протерея Глеб будущий, потому что и тот, и другой были геологами. Да. Один был доктором геологии, другой кандидатом науки. Вот так вот они нашли друг друга. И митрополит Иоанн понимает, что времена непростые, и скорее всего церковь погибнет совсем, потому что ничего хорошего не предвещала нам. Вот та обстановка после Хрущева, ранний Брежнев, вот этот ужас весь, вот ничего хорошего не ждали. И поэтому как бы такие вот пастыри, которые, архиереи, которые были такие здравомыслящие, они понимали, что литургия должна совершаться, пусть где-то в домах, в комнатках, но она должна совершаться. И поэтому они ставили на тайну руку, полагали священнослужители, которые уже по милости Божией, когда наступил рассвет, который владыка немножко застал, потому что он умер в 1989 году, через год после празднования тысячелетия Крещения Руси. И вот то, что, конечно, сейчас, как бы люди того поколения даже не думали о том, что такое будет, о том, что можно будет спокойно взять в руки Евангелие, прочитать духовную книгу, прийти в Храм Божий спокойно, не оглядываясь, а кто там посмотрит, а кто что про тебя напишет, кто кому донесет. Вот такие времена были. Вот помолимся о упокоении, приснапоминаемого митрополита Иоанна и тех людей, которые были ему близки и дороги. Спасибо всем, Господи.